рада вас приветствовать приготовьте желательно вообще на самом деле не при не просто приготовить а попить водички у меня вот с собой большая большая кружка теплой воды потому что нам это потребуется для сонастройки прежде всего с собой это понадобится для сонастройки со своим родом что нам еще понадобится но на наверное можно будет ручку с листочками чтобы свои откровения откровения открытие инсайты записывать я со своей стороны приготовила вот такой вот интересную штучку чтобы был элемент игры чтобы был элемент наверное непредсказуемости и элемент вашего интуитивного чувствования поэтому активнее включайтесь в игру мне нужны ваши комментарии нужна обратная связь чтобы я именно ориентируясь на них буду вести игру и начнем с того что тема игры энергия рода у меня есть большая большая коробка ноги я его не покажу я вам покажу сертификат сертификат я в прошлом году или или зимой в общем зимой не помню в этом году прошлом году прошла обучение но на самом деле я начала интересоваться тема гораздо раньше и это привело меня к созданию тренинга процветания рода привело к а большому большому количеству открытий и вот я постепенно пришла к этой игре почему потому что она позволяет за один вечер очень много диагностировать и понять где какие проседания существуют где какие сложности и с кем да и в какую в каком направлении нужно смотреть чтобы понять с чем работать напишите пожалуйста слышали ли вот такую игру процветания рода играли ли напишите дайте мне обратную связь может быть кстати кто-то из вас уже приходил ко мне на тренинг процветания рода тоже можете написать я буду знать и и ну мимо это будет мне дополнительной поддержкой чем хороша эта игра на тем что она позволяет вы посмотреть на систему взаимоотношений нас с семью поколениями как предков так и потомков а потому что вот все в нашей жизни взаимосвязано но вы можете когда далеко ходить не надо да вы можете посмотреть на свою семью и посмотреть какие ценности там были заложены или наоборот не заложены какие там а фразы какие-то установки да вот ограничивающие убеждения какие-то поступки поведения мы хотим не хотим мы начинаем также действовать потому что в нашей семье так принято и неважно что это то что принято она уже является устаревшим и она мешает лично вашему развитию да вижу что не слышали не и не играли но значит сегодня поиграем на самом деле игра она очень большая она очень емко и объемная она занимает примерно три часа три с половиной часа а то и четыре если вот три четыре человека играет да как поиграть в нее бесплатно я вам расскажу в конце нашего эфира поэтому досидите я сегодня буду такую дам такую возможность вам и мы сегодня посмотрим на связь лишь с одним поколением ну просто потому что мы не успеем да и прежде чем мы пойдем играть мне хочется немножко тоже опять сначала спросить потом рассказать знаете ли вы законы рода если вы знаете какие законы рода можете просто перечислить потому что я не единожды это писала в инстаграме мне хочется знать насколько давно вы со мной насколько тщательно вы следили за мной за тérique зато дать за затем что я писала потому что ну если вы не знаете что конечно я так или иначе вкратце расскажу прикрацей расскажу потому что это тоже очень интересно очень объемная тема и разбирать в она проявляется может очень-очень интересно и она вскрывается вот наглядно она скрывается на индивидуальные консультации когда приходит например женщина с 3-8 проблемы ну например проблемы с мужем до начинаем копать его и видим на протяжении там нескольких поколений у юра мамы и бабушки и прабабушки были проблемы с мужем и начинаем копать что значит проблема какая ценность ну да то есть такая установка была там начинаем копать и и осознав что чего почему это произошло до используются различные инструменты женщины понимают и понимая что а во-первых проблемы с мужем не у нее проблемы с мужем у нее это все хорошо просто она действует как раз таки как действовал мама как действовала бабушка и на уровне вот зов крови да называется она делает все чтобы на разрушить свои отношения если вы захотите больше поинтересоваться вот на эту тему узнать да то я посоветую почитать автора автора у меня книжка сейчас под боком нету ан господи не такая интересная фамилия сложная у меня под боком ее наверное и нету да зов зов предка а вот есть она у меня просто две книги этого автора ан анселин шутценбергер шутценбергер запомнили эту фамилию вот синдром предков там тоже очень наглядно показано исследование исследование на самом деле они не давние вот сначала двухтысячных годов ведутся но при этом на протяжении сотен лет не идет копание да и это французский автор с русскими корнями у нее есть русская кровь исследует так как поколение как события в прошлых веках влияли на потомков очень интересная книга очень про довольно простым языком написано и начинаешь проводить параллели и начинаешь скрывать в себе что а у меня указать вот это тоже есть ага и вот это вот есть там ад один синдром говорит годовщина чего стоит да вот пишу закон целостности и целостности и противопоставления вспоминается но на самом деле плюс минус они звучат могут так или но чуть по-другому на вот например есть закон развития или закон распределения и энергии да о чем он звучит в чем этот закон заключается в том что мы передаем свою силу вообще энергия рода она идет от предков в потомку то есть создается рог и по сути вот семь поколений предков один одно из поколений это мы либо а 7 поколение либо первое потому что мы являемся родоначальником и в нашем в нашей же наших силах по что-то повернуть что-то принести чтобы за я не стать создателем нового рода да но ветки рода новые нового сильного рода особенно эта женщина касается когда женщина приходит мужской рот она берет фамилию или наоборот если она не берет фамилию о чем это говорит о том что она не берет силу мужнего рода по разным причинам чаще всего это нехорошо потому что она тем самым это отсекает себя от потока энергии но бывает что да и бывает что и муж берет муж не женскую фамилию жене на фамилию смотреть по ситуации иногда бывает так когда грубо говоря скажем так карма плохая да хотя они уже уже понятие кармы но не существует меня ну карма это скорее в данном случае наследственность и вот у те уроки которые рот передает и его задача до рота какой-то момент рот взял на себя взял решение прекратить существование и а для того чтобы как раз таки выйти из вот этой вот кармы родовой мужчина берешь женскую фамилию или наоборот женщина не берет фамилию предка чтобы не втащиться в это болото нужно смотреть индивидуально тем не менее вы что-то сегодня сможете почувствовать посмотреть и что-то открыть про себя про свою семью так вот закон развития закон энергии означает что сила рода передается от прошлого в будущее меня выкидывает из эфира постоянно напишите как связь потому что у меня вроде как интернет нормальный напишите как у нас связь есть связь или нет эфир прерывается ли слышно ли меня хорошо дайте мне пожалуйста обратную связь а то я разговоры разговариваю а может меня никто не слышит и так пока вы пишете я продолжаю да вот вижу на значке и смайлики хорошие значит связь хорошая отлично ир ну я не знаю что делать со связи опять же записью пока не представляю потому что я сама не знаю будет ли запись потому что вот у меня не было вот до последнего ощущение что получится не получится давать ли ее или нет потому что вот какая-то информация что-то сегодня будет очень интересно на это посмотреть так вот получается что вот развитие да идет от старшего к младшему и обязательно вот этот важный момент который мы к сожалению сейчас часто видим проявление этого закона когда дети становятся взрослыми для своих детей на родителей то есть получается что родители должны оставаться родителями да они могут быть друзьями но при этом они остаются взрослыми по отношению к своим детям это во первых а во вторых очень часто выбывает в ситуации когда у женщины какие-то горести сложности она остается одна развелась или что-то еще какой-то ситуации да и она в сыновьях чаще всего в сыновьях да происходит замещение она она видит в сыне мужа либо визит сыне и там могут быть какие-то претензии либо она ждет что появился мужчина в доме да то есть муж ушел по какой-то причине может быть он ушел в смерть но его сын остался и вот сына замещает я вот мы была у меня в окружении семья когда отца отца не стало мальчику было 13 по моему лет и он пошел работать в макдональдс потому что мама ушла в панику в траурку и в грусть расстройства и сложила но лапки сложил ручки и мальчик был вынужден работать макдональдс и и вот он вышел сколько ему было там 25 что лет он женился взял ипотеку и в новую квартиру вместе с новой с молодой женой и потащил свою маму потому что ответственность потому что она вот мама как дитя и ничего не могла немощная и вот там вовна до этого на то ну вот это вот закон развития к сожалению я не могу сейчас сказать на протяжении прошло время прервалась связь да как там развитием хотя вот сейчас было бы интересно посмотреть именно с позиции развития рода что там и как следующий момент следующий закон это закон иерархии это уважение к старшим по праву того что они старше не важно они могут быть и не правы не важно что они могут городить простите чушь ну устаревшую скажем так информацию давать в мир но мы должны просто и уважать их даже если у нас с родителями ссоры какие-то проблемы и что-то еще мы там тихо не или громко ненавидим мы должны принять то что они старше мы должны признать то что они есть и отдать им почтение долю уважения и благодарности за то что они есть ведь благодаря им мы родились и соответственно и бабло бывает тоже такой момент что если нету почтение да вот такая в чем это может быть вырыл выражено что закон нарушен то самый самый простой момент вот этот закон развития закон иерархии да и это дети начинают если мы с родителями непочтительно относимся то и дети садятся на голову и начинают вести себя как потребители и и начинают хамить начинает борзеть начинают говорить родители вы мне должны вот это вот это вот это плюс налоги плюс напиво и так далее но то есть вот это мы видим нарушение и поэтому хотим мы не хотим наша задача найти в себе вот в своем сердце толику уважение и как-то вот мирно без ненависти принимать то что есть и очень часто кстати у нас есть обиды на родителей мы их просто не осознаем так вот энергия рода игра энергия рода она позволяет что-то вот выявить частично выявить вот эти моменты но есть еще у меня тренинг процветания рода о нем скажу позже в нем вообще вскроете все вот эти вот обиды которые вы просто не осознаете но вы несете детские вот эти травмы и это вот ваши ваши дырявые места в вашем энергетическом коконе откуда сверить свищет энергия есть еще закон членство рода то есть о чем он звучит о том что хотим мы не хотим все наши бывшие мужья жены все наши рожденные нерожденные дети они все относятся к нашему роду если мы вот там для тема какая если начинает вопрос кто кто имеет право голоса право голоса имеет прежде всего первые предыдущие жены мужья потому что ну потому что они пришли в систему раньше и вот это в закон в расстановках хеллингер очень хорошо видно да когда тоже типа мы развелись и до свидания он мне ничего не должен я ему ничего не должна тем не менее мы энергию туда сливаем там есть много-много завязочек неразвязанных нераспутанных узелков энергетических нерешенных проблем и поэтому нужно учитывать что эти люди были нужно отдать им право на существование и признание но к вопросу как родители да что спасибо что были потому что если не наладить как бы там отношении да вот расстаться с ссорой с болью то вы не наладьте отношения и сейчас нынешней семье и очень интересная тема проявляется вот к вопросу об энергии рода что если где-то у предков такая фигня случилось где-то что-то там был брак разорван по ира по разным причинам может быть там вдовство да потому что много несчастных случаев было войны прочее и осталась боль в отношениях это боль передается в виде она как и запечатывается на энергетическом уровне на родовом уровне на как это называется родовой грегор до энергии рода запечатывается как боль как травмирующие состояние как программная установка и вот эта установка она через поколение проходит и передается одному из потомков и требует выхода и мы даже можем не осознавать что-то ну понимаем что не мое да это хорошо если мы осознаем что не мое но просто понимаем что у нас проблем там в отношениях а почему а потому что там проблема была заложена и она требует решений это называется незакрытой гештальт ни вот и вот как раз таки энергии рода она позволяет вскрыть вот эти вот все они не все было но позволяет скрыть вот эти травмирующие события причем да вот я не зря говорила что все не все позволяют скрыть игра потому потому что у нас слишком много предков в роду, что со стороны мамы, что со стороны папы, слишком много жизни было, и, соответственно, слишком много травмирующих событий. И в какой-то момент, в зависимости от нашей энергетической силы, в зависимости от нашей готовности решить эту проблему, а нам, потому что до нас выше энергия, решить многие проблемы, и вот эта ситуация всплывает, причем она может всплыть самым разным образом. Она может повториться у нас в нашем окружении, да, с нашим окружением, она может повториться в виде каких-то, ну вот как пошла на расстановке, узнала, вскрыла там энергию рода, она может в виде каких-то вот томящих снов или мыслей каких-то, или вот рассказы, или какие-то, вот я не знаю, подсказки на какую-то тему. Все это всплывает, требует решения, да, вот задача требует выхода, энергия требует выхода. Если вы будете немножко внимательны к себе, соответственно, вы поймете, что ну это же неспроста, как в том мультфильме, и нужно с этим что-то делать, нужно как-то решить. А есть еще закон замещения, о чем он говорит, это как раз таки, если вычеркнуть какого-то члена рода из семьи, да, из системы, то он будет, святое место пусто не бывает. Если вычеркнуть, это значит освободиться. Дырка появится, вакуум, и туда придет потомок. И получится, что все те задачи, комплексы, какие-то вопросы, чувства и прочие непрожитые эмоции, они вот волной нахлынут на нового пришедшего члена семьи, то есть его потомка, да, свежерожденного дитятку, и он будет жить не своей жизнью, он будет жить жизнью предков. И поэтому возникает вопрос, оно вам это надо, и будет мучиться, и будет нести вот все те задачи, которые, грубо говоря, в 19-м, 18-м веке не решались годами, а здесь он может, ну, уже просто неактуально, да, но тянет построить замок, например, потому что там была такая задача не решена. И хотя замок, опять же, совершенно не нужен человеку, его истинное предназначение – путешествовать. Закон гармонии – это баланс брать и давать, да, то, что мы даем в рот, что мы даем, что мы получаем, ну, все очевидно. И с различной эмоцией непрожитой родовой энергии – это тоже о том, что что-то где-то запечаталась, какая-то травма, и либо же она, может быть, не просто запечаталась, а в нашей семье так не принято говорить, да, либо же не принято, либо это называется неозвученная, неозвученная программа, да, неозвученная сценария, неозвученная ситуация. То есть что-то произошло в семье, родители, например, поссорились по разным, по разным причинам, и они об этом не говорят детям, детям это не нужно знать. Но при этом дети считывают из пространства, что родители умалчивают о какой-то теме, родители начинают морщиться, кривиться, начинают уходить от разговора по какой-то теме, да, и вот он, ребенок, как вот импринтинг, он начинает собирать вот эту информацию на подсознательном уровне, и у него возникает, формируется программа, что, ага, вот эта тема, это запрещенная тема, я не знаю почему, но вот я ее боюсь, да, и родовые сценарии какие-то вот таким образом рождаются. Например, нельзя иметь двух детей, потому что это больно, потому что когда-то там умер ребенок, да, и беременность была тяжелая, и поэтому женщина-девочка маленькая принимает на себя программу, накрутила, что рожать это больно, это страшно, и в итоге остается бездетной, либо боится у нее дикий страх родов, дикий страх беременности. Все вроде бы очевидно, но и при этом очень интересно, потому что очень много всего у нас у каждой в жизни намешано. Скажите, вам это интересно слушать, насколько вам хотелось бы погрузиться в эту тему и уже, ну, изучить, как посмотреть на себя и на свой рост. Напишите мне, пожалуйста. Еще раз напомню, что в конце игры, я вам расскажу в конце эфира, как можно полностью, вот в полный формат игры принять в нем участие, я вам это расскажу, и мы уже наверное будем с вами приступать. Ага, во, список вопросов, да, отлично, Ира, буду ждать список вопросов, можно эти списки. Я вот сейчас, у меня сейчас идет информация, что надо этот эфир выложить в доступ, поэтому если все получится, то в IGTV я залью, и вы там зададите, либо же останется время ответить, ой, зададите вопрос, а я вам отвечу. Итак, что мы делаем? Смотрите, здесь очень, ой, какую игру, да, вот как элемент геймификации. Есть, ну, как бы в обычной игре мы бросаем кубики, кубиков здесь нету, поэтому вот такую штуку я придумала. Это шесть цветов. За каждым цветом стоит, воспрятана определенная цифра, цифра поколений. Мы с вами будем рассматривать связь с поколениями с второго по седьмое. То есть, смотрите, мы сами, как я уже повторилась, мы либо первое, либо седьмое поколение. На данном, вот в данном формате мы рассматриваем, что мы являемся первым поколением, мы сами, да, вот мы ответственны за свою жизнь, мы куем нашу жизнь, мы ее создаем изменениями, когда принимаем свои решения, да, мы хозяева своей жизни и так далее. И вопрос в том, какую связь с каким из поколений у нас присутствует. Ну, так как у нас формат игры light, то мы рассмотрим только одно поколение. А вот какое поколение, внимательно посмотрите на этот цвет, можете закрыть глаза, сделать глубокий вдох и опять посмотреть на этот цвет и напишите, какой цвет вы выбираете. Какой цвет вы выбираете. Причем, в зависимости от того, сколько, ну, так как у нас, я тут немножко занялась тетей хилингом, обязательно перед игрой сделала настройку. И мы просто считаем вот это коллективное поле, что нам, какое сегодня поколение у нас рулит, с кем мы будем разбираться. напишите, какой цвет вы выбираете. Можете прям задать вопрос, с каким поколением у меня связь. На связь с каким поколением мне важно посмотреть. Напишите, пожалуйста. С каким поколением мне важно посмотреть связь, какие цвета. Вот вижу. Так, 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 я читаю. Розовый, красный, зеленый, зеленый. Ну что? Ага, коричневый, зеленый. Здорово. Ну, видите, три зеленых, то есть вот это уже большинство. Что мы делаем? Вот он, я отмечаю, что не был мухля. Поворачиваем. Цифра пять, да? Пятое поколение. Что это за поколение и с чем его едят? Какова его особенность? Я сейчас открываю свои шпаргалки, честно говорю, у меня есть шпаргалки, которые, ну, на самом деле, огромное количество информации. Просто все это запоминаете, я не вижу смысла, и поэтому я открываю шпаргалки. Ну, вы поняли. Значит, пятое поколение, это прадеды и прабабушки, их 16 человек, да? Помним, по маме, по папе. И вот здесь очень важный момент, что в энергии рода рассматривают игру с позиции планет. Ну, потому что, замечено, да, эзотерики исследовали, ну, не только эзотерики, я так понимаю, что люди сейчас работают с энергиями. Это действительно так, это все видно, и это все, как бы, ну, доказуемо именно на энергетическом уровне. Так вот, за пятое поколение, во-первых, отвечает Марс, во-вторых, это вот 16 человек наши прапрадеды и прабабушки. Марс, да, и какая энергия у этого поколения, и вот в зависимости от того, какая связь у вас с этим поколением, насколько налажена, хорошо у вас связь идет, хороший контакт или нет, как много вы берете от этого поколения или нет, вы также обладаете вот этой энергией, энергией Марса, да, вот это символ желания, стремление воли к действию, инициативность, активность, Марса такая, воинственность и энергичность, и получается, что именно вот эта энергия, это поколение передает нам силу действовать, решительность. И если у нас есть какие-то проблемы, то в чем это выражено? Это вот тоже интересный момент, что мы, во-первых, у нас нерешительность, да, мы не можем что-то начать делать и постоянно сомневаемся в себе, мы сомневаемся в успехе, у нас какие-то страхи, у нас какие-то проблемы в личной жизни, потому что Марс это тоже энергия завоевания, это энергия сексуальности, это энергия пришел, увидел, победил, да, то есть это энергия общества, ой, успехов в социуме, успехов в обществе, поэтому смотрите, есть у вас проблемы или нет, вот есть то, что я перечислила, потому что бывает, что вы не можете определиться с выбором профессии, вроде это хочу, вроде это хочу, но что-то не получается, да, не можете удержаться на одном месте, не можете, там, несмотря на то, что вы большой специалист, но вас как-то вот, ну, не держит у вас работа, и вот это получается, что нарушена связь, и нужно, нужно подкрутить в этой консерватории. И здесь очень интересный тоже момент, вот, пятое поколение, это поколение, связанное с законом, законы, совесть, да, то есть если наши предки, во-первых, да, если наши предки вели себя неправильно, неправильно, мы отвечаем за них, вот, и вот в данном случае в системе рода нету фразы, что сын за отца не отвечает, отвечает ещё как, не за отца, не за маму, не за праца и так далее. И, соответственно, если там были проблемы, люди жили, нарушали, да, законы чести и совести, то мы имеем проблемы, мы имеем проблемы с законом, мы имеем проблемы, что вот у нас какие-то там штрафы на нас сыпятся, У нас какие-то сложности с государственностью, с государственными органами разными. Потом бывает, что нас кинули где-то в бизнесе. Это тоже получается, что проблема, судебное разбирательство, это всё оттуда. И возникает вопрос, что мы можем сделать. Во-первых, мы можем посмотреть на того предка, какой он был, наладить с ним контакт. Сейчас, минутку. У меня карта упала. Вот, пишу. Правильно, это же период войны, у нас просто нет шанса тогда. Но на самом деле, так или иначе, у нас нет шансов вообще, как я в своё время, когда занималась прям плотным изучением дата-хиллинга и практиковала, что там на любую ситуацию нужно делать раскопки. Я говорю, а жить-то когда? Здесь смотрите, какой момент. Очень интересный, да? Мы, вот как первое поколение, мы выбираем, как жить. И, слава богу, сейчас совершенно другие энергии, можно делать всё проще и легче. Но, тем не менее, хотим мы или нет, на 80% предки на нас влияют. И что с этим делать? Ну, вот, приходите ко мне на курс «Предсветание рода», я вам расскажу. Я дам способы. На самом деле, есть способы. Есть для того, чтобы решить проблему, выйти из влияния рода, то нужна сильная энергетика и понимание, вот эта осознанность, понимание, где моё, где не моё. Ну, опять же, говорю, инструменты есть, об этом поговорим чуть позже. Сейчас мы возвращаемся к игре, и, опять же, люди всегда воевали, да, и до сих пор воюют. Мы настраиваемся, закройте, пожалуйста, ваши глазки, скажите, с каким предком из пятого поколения у меня связь? С каким предком пятого поколения у меня связь? Я вытягиваю три карты, вы выберите одну из карт для себя. С каким предком из пятого поколения у меня связь? Я посмотрю на время, не знаю, мы с вами успеем или нет, это только одно поколение. Как я вам говорила, что эта игра, это шесть поколений, очень-очень долгая. Вот одна из этих карт – это ваш предок, выберите его. Я сейчас буду вскрывать и задавать сопутствующие вам вопросы, да, и вы, соответственно, зададите ваши ответы, запоминайте или записывайте. Итак, вот с каким предком, да, кто это мальчик, девочка, сколько ему лет? Вот опишите портрет, опишите легко ли этому человеку, какие у него сложности, что, какая сила, да, у этого портрета, вот, ну, какой ресурс. И здесь, опять же, важно прислушиваться к себе в вас. Вот то, что вы описываете, есть ли это в вас. Потому что очень иногда бывает так, что вот у человека фон на карте в портрете вы видите, и давайте я сейчас следующую вторую карту вы сделаете, скрин экрана, наверное, но вы потом еще тоже, я надеюсь, что запись получится, вы пересмотрите. Давайте второй портрет. И, соответственно, вот смотрите, очень интересно, что иногда бывает, человек начинает описывать этот портрет, начинает описывать качества, характеристики. На мой вопрос, а если это в вас, ой, нет, что вы, что вы, я это избегаю всеми силами. И начинаем, когда разбираться, и обнаружим, а там, оказывается, такой большой ресурс лежит в том, что, в том, что избегает человек. Поэтому, пожалуйста, вот поисследуйте, да, что вам не нравится, что вам отталкивает в карте, а что наоборот нравится, какая сила, насколько легкая или тяжелая жизнь у этого человека. Потому что, когда приходит понимание, что была тяжелая жизнь, и, ну, как бы человек не был счастлив, он не мог передать потомку ощущение счастья. И поэтому, хотим мы, не хотим, да, мы живем той жизнью и какие-то те нерешенные задачи несем, это ощущение безнадежности. Когда мы осознаем это, нам становится проще, легче. Спасибо, дорогая бабушка, спасибо, дорогой дедушка, что вы были в моей жизни. И до свидания, да, я благодарю вас, у вас, как у меня, в моем сердце есть место для вас, соответственно, ну, там есть, как бы, есть тонкости, как работать с предками, в том числе с помощью метафорических карт. Вот, об этом я вам поговорю на полной версии игры. Игры, ну, вот, посмотрели, описали, поставьте плюсики, кто, кому удалось описать портрет, поставьте, и мы пойдем дальше. Вот эти вот три портрета. Кому удалось описать свой портрет своего предка, кто уже какие-то, возможно, получил ответы, сейчас мы пойдем дальше. У нас есть еще одна ступенька, мне нужна у вас, где у нас телефон, да, вижу плюсики. Отлично, плюсики есть, тогда я выбираю эти карты. И вот здесь обращаем ваше внимание. Я надеюсь, что вы сделали портрет и, опять же, позже поработайте с ним. Вот то, что вы сейчас сделали, возвращайтесь после, да, покрутите, потому что у вас всего сейчас вечер, ночью, возможно, придут осознания, и вполне допуская, что будет контакт с предком на уровне через сновидение, да, через тонкие энергии. И вы какое-то другое и послание получите, и подсказку, да, и придет понимание осознания или просто чувствование, да, чувство поддержки. Я вот сейчас рассказываю, я просто чувствую, как у меня предки стоят за мной, и такая вот действительно энергия поддержки, сила и мощь чувствуется, что спасибо, дорогие, что вы есть. Вот, и мне хочется, чтобы вы тоже это почувствовали, чтобы каждый из вас ощущала силу рода, брала и пользовалась, и несла ее дальше, потому что все мы матери, все мы жены, да, и наша задача не просто хранительница очага, еще и передать это все дело нашим детям. И сохранить силу рода и передать, и приумножить, да, чтобы род развивался. Следующий этап – это мы посмотрим, какой же урок, какое послание передают вот это поколение ваших предков вам, да, на что вам следует обратить внимание, чтобы наладить связь с этим предком, чтобы наладить отношения, соответственно, воспользоваться силой пятого поколения. Сформулируйте запрос, как вам удобнее, то есть, что мне, в чем послание моего предка мне, да, в чем урок мне, урок души, урок, что мне нужно сделать, чтобы наладить связь с предком, просто задайте себе вопрос, и я также вытаскиваю три карты, и одна из этих карт будет вашим ответом. За что люблю метафорические карты? За их многограммное толкование, за то, что каждый найдет свой ответ, и этот ответ будет действительно правильным, он будет про вас, про вашу жизнь. Итак, у меня есть три карты. Опять же, я люблю колоду «Уроки души», очень люблю. За их яркость, метафоричность и прочее. Вот эти три колоды, ой, три карты. Какая-то из этих карт является подсказкой, да, в чем урок, в чем, что вы должны сделать, что вы, ну, в зависимости от вашего запроса, да, вот ответ, подсказка, вот посмотрите. И первое, как бы, что вы видите, второе, какие чувства, эмоции возникают, и что, какое действие, какой посыл, да, у этой карты, потому что здесь возникает такой, ну, запрос у нас глубокий, и вопрос в том, что я должна сделать, либо наоборот, что я должна, не должна сделать, да, чтобы наладить связь. Может быть, что-то прекратить делать, посмотрите на эту карту, можете сделать скрин экрана, и я, соответственно, открою две другие карты. Вот вторая карта, о чем там, да, послание, в чем послание заключается, вот ваша задача сформулировать такую фразу, которую, ну, как представьте, что ваш предок вам говорит, вот через карту он вам говорит. И вот здесь возникает вопрос, опять же, вы на этой карте, или это предок на этой карте, и что ему хочется, вот через эту карту у вас есть подсказка. Ну, если, опять же, на игре энергии рода мы разбираем более детально, персонально, потому что бывает, что догадки, догадки в чтении, а, ну, немножко, как бы, нету связки. Там очень интересно проявляется, что одна и та же карта может пройти через несколько поколений. Это прям посыл, от которого не отвертеться. Вот человеку дается такая жирная подсказка, человек бежит, а ему показывают, что одна и та же ситуация всплывает и из раза в раз, из поколения в поколение. Это вот потрясающе, это волшебно. И смотреть вот именно фантастически, насколько работает карта, насколько с нами пространство работает. Но, опять же, это не просто карта, да, вот купить колоду карт – это клёво. Но нужно знать, нужно уметь, и нужно работать, опять же, с пространством. Мне, например, очень сильно помогает именно этот хилинг, потому что он позволяет работать через время и через пространство и настроить, чтобы быстрее вскрылось вот всё, что требуется игрокам. Итак, вот скажите, вы посмотрели, не пойму, что в ладони лежит. Я боюсь, что я сейчас убрала эти карты. Ну, конечно, я молодец, я уже положила эти карты в центр колоды, и поэтому я вам сейчас не расскажу, что там лежит в ладони. К сожалению, нужно будет пересмотреть запись. Надеюсь, что она получится. Расскажите о своих открытиях, о своих пониманиях, что у вас сейчас, что с вами происходит. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Насколько вам это, опять же, интересно было играть. Вот я пока посмотрю карту с ладошкой, может, найду. Дайте мне обратную связь, пока вы пишете. А я ищу карту с ладошкой. Ага, вижу, что карта отозвалась. Ира, что-то уже открыла? Нет, вот что-то какие-то есть? Вот четкие осознания в плане действия, да? Так как это идет посыл от предков. Есть какой-то... Вот, нашла, нашла эту карту. Давайте я пока сейчас не буду показывать. Вот сделаю поближе просто ее. Вот фокус сейчас. Фокус... Нет, фокус не фокусируется. В общем, смотрите, здесь у нас получается по карте птенчик какой-то лежит. Птенец живой или не очень живой, но лежит. Ага, обе карты связались. Если будет здорово, если вы поделитесь... Я не поняла, что означает лежит девушка. А вот здесь тоже интересный вопрос, интересный момент, что лежит девушка. Зачем она лежит? Вопрос, что она там делает? У меня просто на практике, вот на эту карту, очень разные толкования встречались. И здесь важно, что вы именно про... Что вы прочитаете, да? Что это за девушка? Как, таким образом, она относится к вам и к вашему поколению? Возможно, вы узнаете по отзывам, по внутреннему чутью, да? Что это какая-то там родственница или это даже вы? И что она лежит? Она отдыхает? Или ей плохо? Или с умыслом прилегла, может, ждет кого, да? Вот это вы сами должны трактовать. Я надеюсь, что запись у нас получится. Вы пересмотрите вам. Потому что это не подсказки. То, что я вам даю, это не подсказки. Это скорее как направление есть, чтобы вы сами прочитали эту карту. Расскажите про эту карту, как про картину рассказ. Я вижу, что там вот это, вот это, вот это. Там такой-то человек, да? Что он делает? Вот это вот. Расскажите про характеристики вот этого человека. И потом в конце такой вопрос. А как это связано с вашим запросом, да? Как это связано с вашими предками? Как это связано с вами? И вот, отвечая сначала, рассказав эту историю, вы начинаете запускать через слова, желательно вслух говорить. Через слова вы связываете у вас, в голове нейроны, начинают шевелиться и выстраиваться синопсисы. Это я учусь на психолога, я учусь на терминологию. И, соответственно, внутри шестеренки начинает шевелиться, извлекать и начинает, скажем так, крутиться память рода. И всплывает именно то, что вам требуется. И всплывает именно то, что по вашему роду, по вашей ситуации жизненной. И хотите вы, не хотите, эта карта будет про вас. Прочитаю сейчас. У меня бабочка в кругу огня, я так понимаю, что нужно вырваться из круга, таки поменять работу. Лена, ты еще этого не сделала? Сентябрь уже проходит, я помню. Помню, помню планы и желания. Так, читаю дальше. Так, у меня тоже была про девушку. Мне надо разрешить себе отдыхать, быть счастливой, выделить время только для себя. Да, завтра пойду гулять в парк одна, без детей. Надеюсь, что наполнится энергией на предстоящие выходные. И еще комментарий. У меня история складывается в стройный рассказ. Да, вот никак не могу, ни с чем не могу связать девушку. Значит, приходите на полную игру энергии рода. И, соответственно, мы с вами разберемся, что это за девушка и что она персонально для вас делает. Смотрите, да, вот сейчас, кстати, по поводу гулять. Сейчас у нас осень, бабье лето. Да, имеет смысл наполниться. Но сейчас не только бабье лето, сейчас очень хорошее время для работы с предками. Я все время забываю этот термин. Он состоит из сложных буквосочетаний. И поэтому я просто скажу, что конец сентября, вернее, как весь сентябрь, немножко начало октября, отличное время для работы с родом, энергия, почитание предков. Есть и у древних славян это время было, и там ритуалы различные. Не зря там подношения, да, и жертвоприношения. Ой. Да, жертвоприношения. И опять же, плюс сюда очень хорошо ложится энергия осеннего равнодействия. В общем, много-много всего, когда энергия складывается так, что имеет смысл наладить отношения с предками. Причем, обращаю ваше внимание, что даже если у вас с предками все хорошо, никогда не мешает иметь дополнительный источник силы, ресурсов. И потом, опять же, помним о том, что после нас идут дети. Вопрос, какую силу мы передадим, какие программы мы передадим, и насколько счастливы будут наши дети. Потому что если сейчас наблюдать, по большому счету, если наблюдать за мужчинами, какие сейчас мужчины приходят, ну, честно скажем, слабовато. К сожалению, несмотря на то, что мужики, вау-вау, а вот энергия, именно на уровне энергии силы там очень маловато, слабовато. И после 40 лет начинают мужчины как-то вот-вот прям скручиваться. Поэтому наша задача же, как женщина, понимать. Вот мы как работаем с энергиями на уровне вот на тонких ощущениях и вливать эту силу в семью. И, соответственно, если мы работаем с родом, мы как раз вот берем эту силу. Не где-то там вот ее материализуем, да, но по большому счету материализуем, мы берем от предков и передаем ее дальше. Вот читая, что сейчас пришло в голову, что надо отдыхать. Да, кстати, как у вас с отдыхом? Лариса, посмотрите, вот насколько вы себе позволяете отдыхать. Вот я лежу, вся такая, ничего не делаю, солнцем освещенное. Читаю, у меня бабочка, но для меня это тишина внутри, даже если бушует пламя. Посмотрите, здесь возвращаемся к тому, что это было послание рода. И, соответственно, вам нужно понять, что завещал великий предок, о чем он хотел вам сказать, что вы должны делать. Вот это послание предка. Поэтому смотрите, ваша задача прочитать и почувствовать внутри, отзывается или нет. Да, это про меня, да, мне это требуется, да, мне будет хорошо, если я это сделаю или нет. Вот отклик изнутри должен идти прежде всего, потому что если мы из головы придумываем, что вот раз лежит девушка, я почитала там другие комментарии, значит, мне нужно тоже пойти отдыхать. Это не сработает. Вы внутренне должны чувствовать, что да, мне это тоже требуется, да, мне станет хорошо, если я это сделаю. Вот отзыв внутри, отклик внутри. Так понятно, расскажите, вот кто согласен. Вот хочется покоя и мира именно в душе и сердце. Опять же, возникает вопрос, через что, через какие действия вы, или даже, возможно, бездействия, да, вот я просто лежу, у меня мир и покой. Здесь потому что очень тонкая грань, смотрите, очень часто бывает, что это и в расстановках очень часто видно, да, и там в тех же картах, когда хочется покоя и мира в душе, о чем это говорит, да. Человек, предок, да, мы сейчас идем, как бы у нас работаем с поколением, предок устал, да, вот эта вот усталость души, ему хочется лечь, отдыхать, умереть и ничего не делать. Никакой ответственности, никаких дел, ничего. И поэтому обращайте ваше внимание, да, здесь очень тонкий момент, что хочется ничего или все-таки хочется, чтобы мне было хорошо и мирно, и чтобы при этом я участвовала, была включена в процесс, в жизненный процесс. Потому что, обращая ваше внимание, это, к сожалению, это часто ситуация вскрывается, потому что предки именно передают, да, что они не смогли решить проблему, и они ушли, унесли ее с собой в могилу, да, но при этом они не унесли ее с собой, они просто оставили вот импринт, да, вот отпечаток энергетический на Грегоре Рода. И потом мы родились, мы соединились с этим Грегором, мы вот выцепили, но мы пришли, да, когда мы рождаемся, мы там перед воплощением, мы заключаем договор с нашими предками, что, ага, я приду, я попробую решить эту задачу. И поэтому нам отзывается та ситуация, которая была не решена там. И мы ее хватаем и несем, да, вот это, с точки зрения энергии, как это работает, почему мы отвечаем за отца, за мать и так далее. Потому что те не смогли справиться, но они дали нам какую-то силу, дали нам какие-то ресурсы, что мы можем попробовать решить. Постараемся, по крайней мере, но не получится, значит, не судьба, значит, не в этой жизни. Так вот, возвращаясь к тому, что вот то, что вы сейчас посмотрели, то, что мы сейчас с вами провели, это лишь одно поколение, лишь один этап игры. На самом деле мы можем еще играть с вами, и выпадет вот это же пятое поколение, и выпадут другие люди, потому что в этом пятом поколении на минуточку 16 человек. И у каждого 16 человек была своя большая жизнь, свои какие-то задачи, решенные или не решенные, и так или иначе у нас будут перекликаться какие-то ситуации с этим поколением и с этими людьми, если мы будем снова и снова играть. Поэтому возникает вопрос, я буду благодарна, если напишите мне в комментариях или где-то вот еще, или здесь даже, что проводить такую игру понравилось или нет, потому что мне нужна обратная связь. Лучше, конечно, в комментариях я выложу вот этот пост, вот эту видеозапись, надеюсь, по крайней мере, и дайте мне там обратную связь, проводить ли еще такие игры, да, вот потому что она бесконечна, можно сказать, вот здесь куча поколений, куча-куча человек, 256 человек, у каждого своя большая жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, о чем я хотела сейчас еще сказать. Я открываю набор на тренинг «Процветание рода» и вот к вопросу о том, как поиграть в энергию рода. Полноценный формат игры я буду проводить для всех участниц в виде такого вот подарка, для всех участниц, кто берет тариф с обратной связью. И мы там разберемся с вами вот прям персонально с каждой. Вот под каждую буду вытаскивать вот эти вот карты, будем разбираться комментарии, вопросы, наводящие и прочее. Для всех участниц, кто придет на тренинг «Процветание рода». На самом деле, чем этот тренинг хорош, ну, я, как всегда, скромна. Тренинг, он вот прям вот рожден, да, вот шла энергия, что нужно дать, нужно дать. И вот я дала его в прошлом году, сейчас я его немножко модифицировала под прошлый опыт и под потребности нынешнего времени. Да, результат только зреет. Мы вот это вот раскроемся. И вот получается, что на тренинге «Процветание рода» мы посмотрим силу рода по матери, что мы берем, что мы несем, да, здесь система процветания. «Процветание» — это вот не просто финансовое процветание, а в целом ресурсы, силы рода, энергии рода, изобилие. Что мы берем оттуда по линии мамы, по линии папы, что мы вообще вот берем, да, вот как, соединяем в себе, как вот эти вот две энергии. При этом мы еще и касаемся энергию мужа, извините, там тоже еще тот кладезь. И что мы несем, что мы несем своим детям, смотрим программы, так как это про процветание, соответственно, мы смотрим, вот игра энергии рода, она очень диагностична, да, хорошо посмотреть, что происходит, какие поломки. А на тренинге мы налаживаем, уже налаживаем, дают техники, да, да, вот Ира пишет, я его боюсь, знаю многие проблемы, боюсь их открывать и прорабатывать. С одной стороны страшно, спасибо, что написала, да, потому что это очень важный момент, который многие боятся идти в рот, боятся в силу, потому что, ну это вот, как я уже сказала, что бесконечно можно копать, бесконечно можно искать, находить и проблемы решать, решать, а жить когда? Здесь очень интересно, что построено, да, каким образом построен тренинг? На ресурсе. Моя задача не закопать вас, моя задача наоборот поднять вас, чтобы вы могли воспользоваться, вот очистили дорогу, воспользоваться той силой, которая идет, она идет. И как показывает опыт, как показывает практика, каждый человек берет то, что ему по силам. Более того, там вот дается одна потрясающе волшебная, я не знаю, какими эпитетами ее назвать, медитация, вот она пришла мне в тета-хилинге, и, соответственно, это медитация тета-хилинга, которая именно на энергетическом уровне работы через время и через пространство, она наполняет, она выравнивает все вот эти вот связи, где были какие-то поломки. Вы вливаетесь в рот, вы сами наполняете своим намерением, ну, как сейчас, просто другие энергии сейчас в ваших силах изменить ситуацию, поменять рот, и вы станете как раз-таки вот этим вот, вы были первым поколением, вы станете седьмым поколением предков, которые обеспечат потрясающую вот, ну, силу жизни, которой я вот не буду говорить, что именно, да, потому что у каждого своя задача, у каждого рода своя задача, у каждого поколения своя задача, просто вы дадите силу, чтобы ваш род был благополучен. Вот это вот проблемы серьезные, проблемы серьезные, а не понимаете, в чем? Ну, вот у меня тоже есть подруга, которая постоянно ходит на расстановки, которая ходит на различные родовые практики, и у нее есть такая вот точка зрения, что чем больше я прочищу, тем счастливее будут мои дети. И вот, зная ее, там, уже лет десять, наверное, я вижу, что, да, как изменилась ее жизнь в лучшую сторону, дай бог, чтобы дальше как бы процветало, у нее работает. Но послушать ее, да, вот действительно, кроме того, чтобы сидеть и расчищать вот это все, когда жить, вот, ну, все плохо, все тяжело, надо вот с этим поработать, надо вот с этим, боже, ну, извините, я вот исповедую концепцию, что нужно наслаждаться жизнью по максимуму, да, проблемы есть, но другой вопрос, что если есть проблемы, значит, есть энергия для ее решения. Опять же, здесь, понимаете, вот я как человек, который сейчас уже активно подходит к концу изучения выбранного курса психологии, понимаю, что все проблемы решаемы, и вот одно осознание, да, понимание, что, ага, есть вот эта проблема, она снимает внутреннее напряжение, вот к вопросу опять о гештальте, да, что такое гештальте, да, тут есть у нас фон, есть фонящий фон, проблемный фон, и мы периодически там вытаскиваем, что мы боимся туда идти, там очень страшно, там много проблем, и вот здесь возникает вопрос, что можно с этим сделать, да, если страшно, значит, все детям, и это тоже такой момент, что если я не справился, то я передам детки, нате, вам, вот, понимаете, все, что наше, это наше, мы, 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 ну, действительно, нам приходит сила решить это все, справиться, и здесь иногда бывает, что проблема кажется большой, а наша, вот, нам по силам взять тряпку и просто стереть пыль, и уже становится чисто, да, то есть она не просто вот грязная, да, грязь ее нужно очищать, просто стереть пыль, и уже становится чисто, вот этот момент очень важный, я сейчас метафорами говорю, но поймите, что каждый вот этот тренинг, чем он хорош, да, что он дает только то, что по силу каждого, более того, как, я, конечно, рекомендую вам брать тариф с обратной связью, потому что каждый день я, ну, не каждый день, не каждый день, через день, в день занятий я буду давать загрузки от этой хилинга, что это означает, это как раз-таки работа с каждой из вас на уровне, на вашем аналитическом уровне, на вашем родовом уровне загрузки программ положительных, да, там и серии, что я, там, достойна процветания, да, я беру силу, те родовые силы, которые помогут мне в предпринимательстве, но я сейчас фантазирую, там есть определенный список загрузок под каждую тему, да, то есть тема работы с отцом, да, у меня есть сила, чтобы жить, заявить о себе, там, работать, заявить в социуме, потому что это родовая сила, и финансовое процветание, это тоже по отцу идет, вот там по матери, это я плодовита, я, я, там, сохраняю уют, и ко мне люди тянутся, я, там, у меня всегда есть сила обогреть с теплом и лаской окружающий мир и так далее, ну, то есть такие вот загрузки, это все будет тренинги. Немножко подробнее расскажу, со 2 октября 3 недели, 3 раза, 3 раза, 3, 3 раза в неделю будут задания, задания через метафорические карты, через арт-терапию, через медитацию, ну, и там, естественно, немножко теории будет, потому что вот я сейчас уже час с вами разговариваю, я теорию, теорию, кстати, у нас эфир скоро уже завершится, теорию, 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 рассказываю, вот, если у нас сейчас завершится эфир, то я запущу вторую часть, потому что я недорассказала, обещала вам подарок сделать в конце, ну, так вот, значит, получается, у нас 3 недели 3 практики, метафорические карты, прям смотрим по ним, вы сейчас увидели, да, каждый из вас скрыл и нашла что-то свое, метафорические карты, арт-терапия, арт-терапия, чем мне нравится, тем, что она вот деликатно скрывает, вопрос о том, что страшно, любые страшные проблемы решает арт-терапия более деликатно, более, ну, она, она делает страшно, не страшно, она вот позволяет через тактильность, когда вот мы руки подключаем, через тактильность прорабатывает наше чувство, поэтому арт-терапия, вот, наше все, я туда ее включила, у нас будет 3 арт-терапии и, да, финальная арт-терапия тоже будет, финальный вебинар, у нас, вот, вопрос, тема, кстати, очень интересная тема, раскулачивание, которая часто возникает, напишите, у вас как с раскулачиванием, есть семьи или нет, потому что в нашей, в нашем системе, да, в нашей стране, либо кто-то, как, одних раскулачивали, другие раскулачивали, то есть, так или иначе, мы касаемся этой темы и с разных сторон, и мы несем эту печать раскулачивания, как урок, как груз, и получается, что с этим в любом случае надо проработать, и проработать, потому что ограничение, что либо меня настигнет карма, да, вот, к вопросу о законе членства рода, если я причинил какой-то ущерб роду, все, я вошел туда, я туда отношусь, и я несу этот груз, и если я кого-то раскулачиваю, соответственно, я обязана расплатиться с потомками этого рода, я несу это внутри, как вот задачу предка, поэтому с раскулачиванием мы отдельно поговорим, это прям вот отдельная тема, которую надо всем, вот хотим мы, не хотим, ее надо прорабатывать, мы проработаем через арт-терапию, что там еще будет, что там еще будет, вот я сейчас смотрю программу, мы смотрим тему нашего личного изобилия, так как у нас тема процветания рода, мы ищем, где, вот мы как потомки наших предков, что мы можем, да, вот где лежат наши процветания, наши финансы, это тоже будет отдельная тема, мы смотрим, естественно, смотрим поддержку высших сил, потому что мы, вот мы единичка, мы песчинка, род он большой, но тем не менее и род это тоже частичка вселенной, и с этим мы тоже разбираемся, мы смотрим ресурсы, ресурсы высших сил, процветание рода, есть три, три пакета, есть пакет вот просто в записи, честно говорю, там не будет игры энергии рода, потому что энергия рода, вот эта игра, она диагностична, она позволяет много чего посмотреть, вот с чем можно работать в тренинге, сам тренинг полноценный, тоже он, он хорош, он замечательный, вот в прошлом году, я без игры его прекрасно провела, тем не менее, как бы я всем рекомендую брать с обратной связи, потому что вы получите в разы больше, чем просто в записи сами для себя, потому что как раз таки, если вот вы в записи, то вот это мне страшно, я не буду, да, я дальше не пойду, если вы берете тариф с обратной связи, либо вип-пакет, то у вас будет игра энергии рода, мы на первой же неделе ее проведем, у вас будет моя поддержка, у вас будут загрузки татахилинга программы в отдельном чате, мы с вами общаемся, вы получаете обратную связь, в общем, все, все как положено, да, и вот сейчас я напишу, да, вот кто бы хотел пройти этот тренинг, напишите мне, пожалуйста, кому интересно, напишите мне, пожалуйста, а я сейчас напишу волшебное слово, я сейчас напишу волшебное слово, и что оно означает, это вот для тех, кто у меня досидел до конца, для тех, кто у меня присутствовал, вы можете вот это слово ввести при оформлении заказа, и вы получите 25%, ой, да, 25% скидки от той цены, которая указана на сайте, то есть любой пакет выбирайте, вводите это кодовое слово, код скидки, и вы получаете 25%, скидка будет, сразу говорю, уменьшаться только сегодня на 25%, поэтому решайтесь, во-первых, со 2 октября, то есть уже еще полторы недели у вас есть подготовиться, второй момент, тем, кто первые 10 участниц, ну, это женский тренинг, будем говорить прямо, хотя мужчины тоже могут быть, первые 10 участниц получат еще два бонуса от меня, они получат, во-первых, доступ к марафону, к записи марафонов без обид, про обиды я вам сегодня говорила, да, что у нас очень большой, огромный комплект обид на наших предков, ну, хотя бы, потому что, почему мои предки живут не во Франции, да, или не в Америке, почему я не в Америке, вот если бы вы меня родили в Америке, при этом были миллионерами и так далее, обиды есть, да, я умом, я все понимаю, но на душе обидно и тоскливо, вот, соответственно, вы получите доступ к тренингу без обид, вы сможете к нему возвращаться в любое время, это вот бесконечная тема, там ряд техник, выбирайте себе под настроение, под уровень глубины обиды, да, потому что там самые разные техники, и, соответственно, и вторая запись – это роль матери и жены, тоже рассматриваем с позиции энергетики, какова наша роль, чтобы мы были счастливыми, счастливыми, как правильными матерями и счастливыми женами, и главное – не перепутать, иначе работает закон замещения, да, вот этот очень важный закон, и поэтому первым десяти оплатившим я даю такой бонус, такой подарок. Если, вот я помню, да, Ира ей писала, что есть какие-то вопросы, давай, задавай, я с удовольствием отвечу, вижу, да, я хочу, я созрела, приходите, у вас есть купончик, код скидки, кто будет смотреть в записи, тоже захочет эту скидку, ну, наверное, пишите мне в директ, в персональном порядке, как говорится, я на вас посмотрю и напишу эту скидку, но вот сейчас она такая, да, вот до завтрашнего вечера, эта скидка работает до завтрашнего вечера, то есть ровно сутки, поэтому ваша задача – выписать счет, выбрать тариф, и там, ну, сколько, я не помню, программа дает несколько дней на оплату. Если вам нужна рассрочка, ну, тоже пишите в личку, посмотрим, в зависимости от тарифа, посмотрим, это тоже возможно. Жду ваших вопросов, жду ваших, чтобы вам ответить по поводу игры. У меня, на самом деле, еще тоже много игр, но смотрите здесь, я сейчас немножко вам расскажу о своих планах. У меня вот сейчас запускаю тренинг «Просветание рода», следующий будет тренинг про полушарное рисование, поэтому кто хотел рисовать, научиться рисовать, это тоже ждите, на следующей неделе будет анонс. Сейчас, пока вот готовлю все, и опять же говорю, я хотела бы проводить больше игр, но просто я чуть-чуть не резиновая, я еще учусь, еще и работаю, и поэтому вот «Просветание рода» про полушарное рисование, следите за постами, потому что вот я понимаю, что у меня освободилось время, я могу провести эфир, я об этом пишу. Приходите на эфир и видите, вот таким образом я вот уже больше часа… О, смотрите, я больше часа, мне тоже касается, оказывается, эфир можно проводить дольше, я вспомнила, что вроде хотели сделать, значит сделали. Ура, 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 так что мы можем с вами больше болтать, но я на самом деле не вижу смысла больше разговаривать, я смотрю, вопросов нет, у Ира вопросы личные потом задам, хорошо. Если у вас остались вопросы по тренингу, тоже задавайте, если какие-то сомнения, тоже задавайте, потому что на самом деле сразу говорю, что да, тренинг сильный. Страшно идти, потому что, ну, потому что такое большое количество вот этих вот поколений, которое у нас было, да, и которое нацепляло, насобирало букеты задач, и передало нам вопрос, как с этим справиться, ну, как справиться, ну, как, берем, справляемся, либо же, вот, кстати, есть еще одна такая фишка, которая, которая в целом работает, вопрос как бы на уровне осознания и на уровне ощущений. Если вы понимаете, что вы не справляете, что вы не тянете, да, какая-то сложная задача, можно просто сказать, что все, я не хочу это решать, я не готова, я не готова, по крайней мере, сейчас решать эту проблему, пожалуйста, дорогая Вселенная, вот, 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 не хочу. И дорогая Вселенная слышит, и вот если вы действительно чувствуете, что вы не готовы, дорогая Вселенная, она нас любит, она вот каждого из нас любит, и она поддерживает, поддерживает наше чаяние, наше стремление. То есть если мы на уровне и подсознания, и на уровне чувств, мы понимаем, что мы не тянем, то она не даёт. Вот как всем всё по силам. Если же мы подсознательно хотим разрешить, бьёмся, 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 но что-то не получается, значит здесь два варианта. Либо мы ищем другую дверь, при этом обязательно нужно набрать силы. Обращая ваше внимание, любая проблема требует энергии, импульс, чтобы решить. Но не получится, пришли мы в тренинг и хотим всё порешать. Не получится у вас решить продуктивно. Потому что, и опять же, в энергиях страхах, кстати, очень сильно соедает нас энергия. Мы что-то решим, одну-две задачки, но мы выйдем точно обессилены, потому что мы последние силы потратили туда. И поэтому наши, я выстраиваю свои тренинги таким образом, чтобы сначала человек собрал силу. На то и силу, и появилась мотивация решить проблему. Вот этот важный момент. Потому что, извините, я несу ответственность за вас. Извините, мне важно, чтобы вы вышли в ресурсе. Не слились, не сдулись. Каждая из вас дошла до конца. И вы не слились, вы вышли оттуда в ресурсе. Желает нас на вдохновение. То есть не просто вау-эффект, а именно с пониманием, что я с этим разобралась. Я решила, вот это ещё и готова горы двигать. Это вот особенность тех инструментов, которые я использую. И особенность тех инструментов, выстроенных в систему. Если хаотично набросать кучу инструментов, результатов тоже, если он будет, что весьма сомнительно, он будет очень недолговечный. На этом у меня всё. Спасибо, что вы были. Я завершаю эфир. Жду вас на тренинге «Притание рода». Если вдруг остались вопросы, пишите в личку. Ну, пока-пока. И да, мы, если будут ещё запросы, поиграем ещё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...